С 1 июля текущего года в России внедряется новая система контроля за наличными и карточными платежами при продаже товаров и услуг с помощью контрольно-кассовой техники нового поколения. Об основных изменениях законодательства, сроках проведения реформы и особенностях использования онлайн-касс и электронных чеков сегодня мы узнаем от начальника контрольного отдела управления ФНС России по Брянской области Николая Харькова. Николай Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. Сначала предлагаю посмотреть налоговые новости, а потом перейдем к беседе. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Следует вспомнить, что Минэкономразвитие уже выступало с предложением амнистировать нелегалов. Ведомство собиралось разработать законопроект, согласно которому самозанятым гражданам предложат добровольно записаться в реестр налоговых органов и первые три года не платить налоги. По истечении этого срока бизнесмены смогут выбирать, платить им налоги как физическим лицам или ежегодно покупать патент. Планировалось, что соответствующий законопроект будет разработан и внесен в Госдуму к концу года. За предпринимателей ответишь. В России хотят ужесточить наказание за незаконное уголовное преследование предпринимателей. Необходимые поправки на обсуждение рабочей группы по предпринимательству. По мнению полномоченного по правам предпринимателей Бориса Титова, привлечение невиновного к ответственности под тяжким и особо тяжким статьям должно наказываться лишением свободы на срок, соответственно, до 7 лет и от 5 до 10 лет. Преступление, предусмотренное статьей 299 Уголовного кодекса России, а именно незаконное преследование, перейдет таким образом в разряд тяжких. Пошлина за банкротство будет пересмотрена. Проект соответствующего закона, предусматривающий дифференциацию размера госпошлины при подаче заявления о признании должника банкротом в зависимости от того, кто обратился с заявлением в суд, одобрен правительством и в установленном порядке будет внесен в Государственную Думу. Документ предполагает внести изменения в налоговый кодекс, а именно снизить пошлину для граждан, установив ее в размере 300 рублей вместо 6 тысяч, которые взимаются в настоящее время. Вместе с тем госпошлина для юридических лиц останется неизменной и составит 6 тысяч рублей. А вот сладкие напитки подождут. Решение о введении акциза на напитки с добавлением сахара временно отложено. Правительство решило не вводить акциз на сладкие напитки, включая газированную воду, соки и сладкие питьевые йогурты, исходя из того, что новый налог может болезненно сказаться на отрасли в период кризиса. Однако в Минздраве считают, что для охраны здоровья граждан такой акциз необходим. В Португалии вступила в силу поправка в налоговый кодекс, регулирующий размер налога на недвижимость в зависимости от местоположения объекта налогообложения. Таким образом, налог на недвижимость, расположенную в хорошем районе или с живописным видом из окна, будет увеличен. Например, налог на квартиру, находящуюся на солнечной стороне дома, обойдется ее собственникам на 20% больше, чем было ранее. Вместе с тем, на жилье с видами на кладбище или на нижние этажи многоквартирного дома, а также расположенное с северной стороны здания, налоговые выплаты могут быть снижены на 10%. Не меньшее значение для исчисления налога будет иметь шумовое загрязнение. Это у них, а для брянских собственников жилья изменения в уплате налога на имущество физических лиц наступят в следующем году, когда рассчитываться он будет исходя из кадастровой стоимости. В этом году мы платим налог по старым правилам, но по новому сроку. На выполнение своих налоговых обязательств нам отвели на 2 месяца больше. Заплатить имущественные налоги необходимо до 1 декабря. Николай Александрович, скажите, пожалуйста, подробнее о новой схеме обмена информацией. В новой схеме обмена информацией при совершении наличных операций участвуют три основных элемента. Это новая контрольно-кассовая техника с фискальным накопителем, оператор фискальных данных и третья составляющая – это непосредственно Федеральная налоговая служба. Продавец обязан передать данные о чеке с определенным фискальным накопителем оператору фискальных данных. Что такое фискальный признак? Это некий цифровой код, который формируется машиной. Для удобства его можно сравнить с электронной цифровой подписью. Оператор фискальных данных принимает этот чек, обрабатывает его на наличие необходимых реквизитов и достоверное совершение операции и передает его обратно в контрольно-кассовую машину для печати чека покупателю и одновременно в Федеральную налоговую службу. Покупатель, соответственно, получает чек на свою электронную почту, либо бумажный чек. Соответственно, если выдать чек в электронной форме не получилось, ввиду того, что у человека отсутствует электронная почта или какие-либо электронные носители, куда возможно его направить, будет выдаваться бумажный чек, как и ранее. — Какой-то определенный срок отведен для переоснащения всем владельцам торговых точек, всем, кто пользовался этим контрольно-кассовым машинам? — Да, законом предусмотрен поэтапный переход на новый порядок для максимального удобства бизнеса. На текущий момент применение контрольно-кассовой техники нового образца и нового порядка, соответственно, он добровольный. Добровольный порядок просуществует вплоть до 1 февраля 2017 года. С этой даты любые регистрационные действия с контрольно-кассовой техникой, возможно, будут только в отношении нового порядка и новой контрольно-кассовой машины. Те, кто зарегистрировал контрольно-кассовую технику старого образца ранее, и она пока у него еще не подошел срок к ее замене, он сможет ее использовать до 1 июля 2017 года. Что касается малого бизнеса, а его тоже затронули изменения, это те, кто применял ИНВД и патент, у них срок замены еще более длительный, и он будет датироваться 1 июля 2018 года. Это все сделано для того, чтобы бизнес максимально комфортно, без дополнительных затрат, смог постепенно и поэтапно перейти на новый порядок. Но хочется заметить, что для тех, у кого широкая сеть торговая, у кого много контрольно-кассовой техники, уже сейчас надо задумываться о переходе на новый порядок, чтобы не попасть в этот период ажиотажа, когда крайние сроки уже подойдут и замена будет обязательно законом. Тогда могут вырасти и тарифы, и сроки тех же производителей контрольно-кассовой техники ввиду увеличения спроса. Ажиотаж по-любому будет, у нас любят откладывать все до последнего дня. Ну, с владельцами кассовых аппаратов понятно, а вот для нас-то, потребителей, когда мы доживем до того времени, когда на мобильный телефон или на смартфон будет приходить чек? Теоретически это возможно уже в следующем месяце. С 1 февраля следующего года выдача чека в электронном виде будет обязательно для всех, кто уже зарегистрировал контрольно-кассовую технику нового образца. А в случае, если это будет невозможно сделать, ввиду того, что покупатель не предоставил какие-то свои контактные данные, или если это отдаленная местность, где невозможно связываться с интернетом, то по-прежнему будет выдаваться бумажный чек. Но электронная его копия также будет храниться в информационном облаке и предоставляться в Федеральную налоговую службу. Любое новшество, особенно со стороны государства, нас всегда настораживает и простых жителей, и, естественно, представителей бизнеса. Вот сколько же будет стоить переоборудование кассовых точек для малого бизнеса, в частности? Конечно, любые нововведения, они справедливо настораживают бизнес в финансовом плане. Хочется отметить, что по информации производителей, существенного увеличения стоимости кассового обслуживания и кассового аппарата нового образца оно не произойдет. А с учетом отказа от необходимости обязательного технического обслуживания для отдельных категорий налогоплательщиков, категории бизнеса, возможно, даже затраты снизятся. В качестве дополнительного бонуса любой участник нового порядка контрольно-кассовой техники, приема денежной наличности, сможет в режиме реального времени следить за своими оборотами. Если это небольшой бизнес, он сможет в режиме реального времени контролировать своих кассиров на предмет полноты отражения выручки, которая пробивается через его контрольно-кассовую технику. Если мы говорим о простом человеке, который не вовлечен в бизнес, у него есть возможность контролировать свои расходы, составлять семейный бюджет. А в случае каких-либо нарушений со стороны продавца, тут же проверить, действительно эта операция была проведена, отражена, передана в Федеральную налоговую службу. И тут же с помощью этого же мобильного приложения обратиться в налоговую с жалобой или с обращением, чтобы восстановить нарушенные права налогоплательщика. Николай Александрович, Вы сказали, что чеки будут поступать в какую-то особую организацию, оператора, фискального оператора. Какие организации попадут в перечень официально допущенных к этой работе в Федеральной налоговой службе России? Надо отметить, что новый федеральный закон не устанавливает конкретные организации, которые будут являться операторами фискальных данных. Он определяет те требования к информационной базе, к защите информации, к материально-технической базе, которые должны выполнять организации, которые позиционируют себя как оператор фискальных данных. На текущий момент уже существует четыре таких организации. Реестр этих организаций ведется в Федеральной налоговой службе, и он общедоступен на официальном сайте ФНС. Николай Александрович, чтобы отправить чек оператору фискальных данных, необходимо, чтобы кассовый аппарат был подключен к интернету. Но ведь это не везде возможно в масштабах нашей страны до сих пор. Так, хоть мы и живем в веке информационных технологий, есть еще у нас отдельные регионы, в которых затруднена связь с тем же интернетом. Законодатели предусматривают и этот нюанс тоже. Организации, индивидуальные предприниматели, которые осуществляют расчеты в отдаленных, труднодоступных местностях, смогут не использовать связь с операторами фискальных данных, не применять контрольно-кассовую технику нового образца. Единственное, что перечень этих местностей и регионов, он будет закрепляться отдельным нормативным актом региона в зависимости от установленных критериев. Тех, кого пугают плохие условия интернет-связи. Здесь бояться нечего, поскольку передача информации от оператора фискальных данных налоговой службы ФНС, она будет осуществляться не по каждой покупке, а с определенной периодичностью. Если произойдет сбой интернет-связи, это никак не повлияет на сбой продаж и никаким образом никаких дополнительных сдержек нового платежщика не понесет, поскольку при возобновлении связи они тут же будут переданы соответственно Федеральному налоговому службу. Они будут храниться одновременно в информационном облаке ФНС и, с другой стороны, в этом фискальном накопителе, который имеется в кассе. — Николай Александрович, я бы вас попросил еще раз конкретизировать, какую пользу для рядового покупателя принесет внедрение этого способа. — Новая технология дает дополнительную защиту своих прав за счет быстрой возможности с помощью специального приложения для смартфона. Оно в ближайшее время будет разработано и размещено в Google App или в свободном доступе для использования. Проверить, действительно ли операция, которую мы оплатили, была произведена и отражена налогоплательщикам в том объеме, в котором нам ее предоставил. Соответственно, если мы видим, что наши права нарушаются, тут же с помощью этого же приложения возможно будет обратиться в налоговую с обращением, жалобой на незаконные действия для восстановления своих прав. Дополнительно, возможность также с помощью этого приложения отслеживать свои расходы. Те, кто любит ввести домашний бюджет, они смогут составлять, ранее они забивали смартфон эти цифры самостоятельно, у них будет автоматизированный режим учета своих расходов. Это тоже полезная и удобная функция вполне для каждого рядового пользователя. Кроме того, вся информация о чеках, она хранится в неком информационном облаке, поэтому чек нельзя потерять. Если нам нужно совершить возврат товара или сделать имущественный вычет или какой-то вычет в налоговой службе, той же, где необходимо приложить первичный документ, чек, мы тут же его найдем в этом информационном облаке и предоставим в налоговую службу. А как легко его найти? Вдруг там 5000 на мое имя этих чеков? Как нужный-то выбор? Это будет автоматизировано, очень удобно. Кроме того, если чек у нас имеется в бумажном виде, в нем будет специальный QR-код, который возможно считать с помощью того же смартфона, он автоматически выдаст его в этом информационном облаке. Ну, с потребителем понятно. Какую пользу ожидает получить ваше ведомство от внедрения этой системы? Сегодня мы видим обороты выручки у предпринимателя только раз в год, когда к нам обращаются с заменой к ЛЗ. И у недобросовестных налогоплательщиков, как правило, возникает соблазн что-то подкорректировать, скрутить кассу или не показать обороты наличных денежных средств в полном объеме. Например, в первом полугодии этого года без малого мы провели 300 проверок применения контрольно-кассовой техники и полноты учета выручки и установили нарушений в совокупности суммы штрафов 1 миллион 688 тысяч рублей. Это понятно, что почти каждая проверка находила нарушение. Оперативное получение информации о расчетах обеспечивает прозрачность данной конъюнктуры и, соответственно, определенную среду доверия между государственным органом и бизнесом. Новый порядок ориентирован на всех участников бизнес-процессов и обеспечивает транспарентность расчетов, то есть прозрачность его как для бизнеса, так и для контролирующего органа. Это, во-вторых, создание бесконтактной системы обслуживания контрольно-кассовой техники. Если раньше необходимо было обязательно приходить в налоговый орган для снятия или регистрации контрольно-кассовой техники, сейчас это возможно будет сделать, но условно дома, находясь на диване, через интернет, через личный кабинет, можно будет зарегистрировать контрольно-кассовую технику, если она уже имеется в наличии. Кроме того, это создание здоровых конкурентных условий. Если кто-то имеет соблазн и применяет недобросовестные схемы, скручивает кассы, он получает дополнительный ресурс, который может вложить в свой бизнес. Другой человек, который действует добросовестно, в данном случае этого ресурса не имеет. Если у нас будет прозрачность бизнеса, прозрачность наличных денежных средств, то и конкурентная среда также будет более эффективной. Что еще дает новая система? Это, конечно же, защита прав непосредственно потребителей, каждого человека. Если мы находимся в том же ресторане и не уверены, что данное заведение, допустим, пробило такую сумму, официант что-то положил себе в карман, мы тут же можем посмотреть, на какую действительно сумму была совершена покупка, пробит кассовый чек. И в случае нарушения прав обратиться с жалобой и постановить законные интересы. Ну а что ждет тех, кто попытается обойти эти новые правила? Новый закон повышает и меру ответственности за нарушения при применении контрольно-кассовой техники. Вводятся градированные штрафы, например, за неприменение кассового аппарата должностному лицу, грозит штраф в размере от 1,4 до 1,2 суммы расчета. Кроме того, вводится такое наказание, как дисквалификация или постановление деятельности организации в случае определенных нарушений. Но надо отметить, что система штрафов, она не только, скажем так, стала более строгой по отношению к нарушителям данного порядка, она стала и более гибкой. То есть за нарушение при регистрации штрафы, они более существенные. При совершении операции, скажем, без учета в определенной сумме, они будут более строгие, чем если я пропустил операцию на 100 рублей. То есть учтены интересы бизнеса в том числе. Ну что ж, спасибо, Николай Александрович. Поживем, увидим, насколько эффективно и быстро заработает. Прям интересно, когда все-таки на экране наших мобильных смартфонов, мобильных устройств начнет появляться чек о покупке. Такое светлое будущее, как из фильма «Из разряда фантастики». Спасибо за подробный рассказ. Сегодня на вопросы программы «Налоги» отвечал начальник контрольного отдела управления ФНС России по Брянской области Николай Харьков. Спасибо за внимание. До скорой встречи. Субтитры подогнал «Симон»!